Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдемната Спейс. Сегодня у нас будет обзор на набор по серии Лего Звёздные Войны под названием Имперский Звёздный Разрушитель. Это у нас флагманский корабль самого Дарта Вейдера. Выпущен этот набор был в 2014 году и приобрёл я его за границей. И этот набор я хотел уже очень много лет. На самом деле ещё когда он вышел в 2006 году, я надеялся, что смогу его купить. Но, к сожалению, да, не смог, так как его к нам не завозили. Да и денег особо-то и не было. Но сейчас всё изменилось, вышла новая версия. Ну и наконец-таки у меня есть этот заветный звездолёт. У него имеется множество функций, а также мини-фигурок. Но сперва стоит отметить вот эту вот функцию. Когда мы поднимаем наверх данный рычаг, мы можем удобно его переносить из комнаты в комнату. Или просто даже с ним как-то играть. Или не знаю, дабы он летал по галактике и разрушал различные другие повстанские звездолёты. Вот такой вот рычаг, он хорошо здесь прячется и не выглядит чужеродно, когда он даже не используется. Сзади имеются некие турбоускорители, либо же обычные двигатели, с помощью которых он может входить в гиперпространство. Ну а также просто передвигаться по космическому пространству. Но этот звездолёт не был бы так опасен без своих восьми пушек, которые можно, конечно же, крутить. Если вы будете взад-перёд ёрзать вот этой вот деталью, которая соединяет сразу четыре эти пушки, вы сможете ими манипулировать. С другой стороны, аналогично вы можете контролировать эти турели, дабы стрелять по мятежникам. Также здесь имеются две вот такие вот пушки, которые функциональные, а не бутафорские. И снаряды для них вы можете достать сзади, открыв вот этот вот ящичек. Ну и выстреливают они достаточно просто. Вы просто нажимаете на них и летят они достаточно далеко и метко. Что ж, пришло время открыть эту махину и посмотреть, что внутри. Сперва мы достаём вот эту секцию, которая никаким образом не прикреплена вот сюда. Она просто здесь лежит, поэтому если вы захотите перевернуть свой флагманский корабль, дабы он полетел как-то вот так, у вас этого не получится. Точнее, получится, но вы просто потеряете вот эту огромную махину, и она, скорее всего, у вас ломается. Хоть и конструкция у неё достаточно всё-таки не ломающаяся, так сказать. От падения, думаю, всё равно она сможет треснуть какие-то детали. Что ж, далее мы раскрываем сам звездолёт. И, да, выглядит он просто огромным теперь и массивным. Конечно, создаётся не очень хорошее впечатление из-за всех вот этих вот деталей перевёрнутых. Тем более, они тут различных цветов. Ну, не так уж и много их здесь, только чёрный, светло-серый и обычный серый. Но вот эти вот красные детали, они достаточно сильно выделяются и портят общее впечатление. Но давайте уже посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас есть мостик, где проходил Дарт Вейдер во многих частях фильма. И также здесь стояли некоторые охотники за головами, такие как Боба Фетт. Вот у нас Боба Фетт, даже я его сюда поставил, так как он является одной из моих любимых самых мини-фигурок из Стар Ворс. Но также у нас здесь имеется новый Дарт Вейдер, о нём попозже. Здесь сидят два офицера. Так они выглядят. В принципе, мини-фигурки ничего особого из себя не представляют. Но для дополнения в вашу коллекцию Империи достаточно хорошо, думаю, будут смотреться в ней. Имеется один вот такой и также второй. Второй. Это у нас уже, наверное, какой-то новобранец по нему видно. У него не имеется никакой вот здесь вот, как не звездочки, а вот это вот как раз-таки, что имеется здесь. Это обозначает погоны в морском деле. Обычно, когда они одевают погоны, одевают вот такие вот штуковины. Но это у нас даже не офицер, это у нас какой-то новобранец. Видимо, просто связывается с некоторыми шаттлами, которые хотят завершить посадку в сам флагманский корабль. Немножечко позади мы можем видеть огромное пространство, где можно поставить различные ваши другие мини-фигурки. Ну и также мы можем видеть солдата Звезды Смерти. Фигурка у меня такая попадается в первый раз, но о ней нечего сказать. Также интересный, конечно же, шлем у него. И здесь имеется такая некая станция для двух небольших бластеров, пистолетов даже, можно сказать, которые он может по желанию взять. И, допустим, если повстанцы каким-то хитрым образом проберутся внутрь этого корабля, он сможет защититься. Здесь у нас уже поинтереснее детальки. У нас имеется одна прозрачная микрофигурка, символизирующая голограмму императора Палпатина. Деталь эта уникальна, поставляется только в этом наборе. И, как вы можете заметить, детализация на ней просто сногсшибательна. Вы можете видеть мой палец, точнее мой ноготь, и вы можете заметить, что она размером с ноготь. Но чуть-чуть больше, если бы не было вот этой вот детальки, на которую она крепится, она бы была размером с ноготь. Эта микрофигурка очень примечательна и вообще очень здоровски детализирована. Такая поставляется, опять же, только в этом наборе, поэтому несет некую раритетность и эксклюзивность. Ну, поставим эту голограмму на ее законное место и посмотрим, что у нас имеется справа. Здесь у нас некоторые контроллеры, насколько я понимаю, либо же карта, показывающая все отсеки различные в этом звездолете, и за которыми можно спокойно наблюдать. Здесь показано, видимо, не перегреваются ли двигатели, можно ли выйти на гиперскорость и различные другие моменты. Что же, время посмотреть на самое действующее лицо саги «Звездные войны» Дарта Вейдера. И в этот раз он у нас предстает с новейшими принтами на его теле и ногах. Также, конечно же, сзади у него принта не имеется, так как у Дарта Вейдера почему-то его никогда нет. Хотя, в принципе, это и логично. Он одевает, он носит плащ, поэтому не думаю, что кто-то захочет снять плащ и посмотреть, что же сзади у Дарта Вейдера. Ну, неважно. Давайте посмотрим на саму детализацию. Вы можете видеть, что очень все здорово на самом деле пропечатано. Не такой принт по душе. Конечно же, сейчас новый Дарта Вейдер вышел 2015 года, у которого и шлем уже новый и состоит из двух деталей. Но, к сожалению, этого Дарта Вейдера у меня сейчас нету. Буду надеяться, что в скором времени я его приобрету. Ну, не знаю, как это посмотрим, в общем-то. Но хотелось бы мне, конечно, эту мини-фигурку. В целом, шлем ничем не отличается. Он такой же цветовой гаммы. И, да, обычный шлем Дарта Вейдера. Его лицо меня достаточно сильно привлекает. Оно уже пропечатано с двух сторон. Сзади у него имеются некие-то шрамы. Ну, и спереди вы можете видеть, что очень хорошо сделана покраска здесь. Вы можете видеть, как под глазами будто бы кожа немного другого цвета. Но здесь он выглядит очень таким стареньким на самом деле, если мы сравним его с старой версией. Так, вы можете сейчас видеть на своих экранах всех Дарта Вейдеров, которые выходили. Ну, кроме самого нового, конечно же, который 2015 года. Вот этот самый первый, его лицо мне почему-то больше всего и нравится. Вот это вторая версия, как вы видите. Эти Дарта Вейдеры выглядят более, как бы, мультяшно, что ли. Ну, и выглядят они более такими, не знаю, молодыми. В них нет столько детализации на лицах, и поэтому можно сказать, что это, ну, как-то не знаю, как игрушка действительно. А здесь лицо передает черту характера Дарта Вейдера. И действительно, вот эти вот все морщины, тут меньше шрамов, как вы можете заметить, они имеются только сзади. Также цвет лица поменялся. Ну, и вы можете видеть, что морщины как раз-таки добавляют ту старость Дарту Вейдеру. Вот такой вот замечательный набор, надеюсь, вам мой обзор понравился. Ну, а с вами был я, Доминато Спейс. Всем удачи и всем пока!